Сегодня мы будем ремонтировать полный привод на автомобиле Hyundai Santa Fe. Вверху мы все разобрали, снизу почти все разобрали, отсоединили поворотные кулаки, повытаскивали привода. В принципе, сейчас что мы сделаем? Отсоединим привода от коробки, вытащим их, снимем угловой редуктор, и под ним уже будет чашка дифференциала, которую мы снимаем. Но для ее замены, к сожалению, нужно снимать коробку целиком. Итак, проверить, срезали ли шлицы на корпусе дифференциала или нет, очень легко и просто. То есть поднимаете машину, вывешиваете все четыре колеса, и для проверки нужно просто-напросто провернуть карданный вал. Если он крутится свободно, ни за что не цепляясь, значит уже шлицы у вас резало. Если он делает щелчки в сторону и дальше прокрутится в нагрузке, то значит шлицы еще целые и еще можно продолжать ездить. Видите, он у нас крутится свободно. Вот тот результат, который мы и ожидали тут увидеть. Видите, все в ржавчине. Все в ржавчине. Видите, вот она ответная часть. Это корпус дифференциала, и вот он сейчас мы будем менять. Дальше мы что делаем? Откручиваем болты крепления коробки, откручиваем подушку коробки и опускаем коробку. Еще один важный момент. В бензиновом, именно на Санта-Фе 2014 года с бензиновым двигателем, здесь на АКПП стоит теплообменник. Вот он, видите? Вот эта вот штука с патрубками. Это масляный радиатор, у которого идет теплообмен с антифризом, то есть с системой охлаждения двигателя. Его нужно обязательно открутить, опустить машину и убрать в сторону, чтобы он не мешал вытащить АКПП. Теплообменник мы открутили. Вот он он. Сторонку убрали его, чтобы он нам больше не мешал. Теперь у нас появился доступ к верхним болтам крепления АКПП к двигателю. Сейчас нужно будет их открутить, потому что снизу это будет уже более неудобно делать. И, в принципе, можно будет опускать коробку. Как вы видите, мы уже подставили стоечки под коробку и под двигатель. Для чего это нужно? Для того, чтобы, когда мы отсоединим коробку от двигателя, чтобы он, естественно, не упал и ничего не повредилось. То есть он останется висеть на стойке. Нам здесь что осталось? Сейчас мы отсоединим. Видите, вот тут вот лючок. Там, может быть, вы видели, я еще когда поднимал машину, снял я сюда заглушку. Снимается заглушка, выкручатся два больших болта. Это болты крепления опоры АКПП. Вынимаем их и опускаем вместе с двигателем, приопускаем коробку. После чего отсоединяем оставшиеся болты от коробки и, естественно, опускаем ее вниз. Коробка уже у нас на столе. В принципе, времени это заняло не так много, как казалось. Вот. Что нам осталось? В данный момент мы сейчас снимем гидротрансформатор, чтобы он нам не мешал. И вот тут вот, видите, по кругу идут болты колокола коробки. Все их мы выкрутим и разделим коробку на две части. Вот он, наш оригинальный корпус. Вот его номерочек, если кому он нужен. Вот шлицы новые, все новое. Как видите, здесь нет ни подшипников, ни сальников, ничего. Поэтому мы это все переставляем со старого. Видите, как здесь шлицы уже съедены. Вот такие они должны быть. Сейчас обратно набьем подшипнички, помоем все и соберем в обратном порядке. Ну что, все мы на место забили, поставили. Подшипники на месте. Видите, в принципе, процедура не сложная. Делается в течение трех минут. Сейчас пойдем собирать все в обратном порядке. Вот, в принципе, помыли, почистили, подготовили к установке. И первым делом нужно вот установить вот этот вот сальничек. Он забивается вот сюда. Так же оправкой, как, в принципе, и подшипник мы забивали. Это сальники приводов. С номерочками все оригинальное. Фильтр масляный. Корпус мы собрали. В принципе, все помыли. Сами, как бы, могли убедиться. В ремонте АКПП и двигателей самое важное – это чистота. То есть нужно хорошо все вымывать и вычищать. Корпус мы подготовили к установке. Теперь нам осталось подготовить саму коробку. То есть почистить от герметика, очистить старый герметик. Помыть все, замыть и поменять фильтр и собрать. Как видите, мы все обезжирили, все подготовили. Что нам осталось? Нам осталось надеть колокол коробки. Перед этим обязательно, ну, естественно, поверхности все нужно обезжирить, намазать герметиком. Колокол мы уже намазали. Нужно вот эту вот резиночку. Видите ее, да, колечко резиновое? Обязательно ее нужно помазать литольчиком, солидольчиком, либо какой-нибудь смазкой. Для чего? Для того, чтобы, когда вы будете колокол одевать, чтобы ее не закусило и после этого не начало давить отсюда масло. Ну что, мы, в принципе, все сделали. Сальники все поменяли, все собрали. Нам сейчас осталось поставить коробку-настоечку, вставить в нее гидротрансформатор и прикрутить коробку к двигателю. В принципе, коробку мы поставили. Сейчас будем уже устанавливать угловой редуктор. Шлицы, в принципе, видите, мы от ржавчины очистили. Вот, шлицы еще есть. Какое-то время они побегают, но, к сожалению, они тоже недолговечны. То есть наступит тот момент, что их тоже срежут. Ну, когда это произойдет, как бы, никто не знает. Может быть, они еще одну чашку дифференциала тоже отъездят. Угловой редуктор мы поставили. Коробку поставили, все вместе собрали, уже прикрутили карданы. И вот как раз вам хотел показать, как вы помните вначале, я вам говорил, что кардан, ну, показывал, кардан крутится свободно. В данный момент, слышите, то есть, то есть шлицы уже в зацеплении и крутится он с нагрузкой. Это вот как раз способ проверки, срезали шлицы или нет. Вот, ну, в принципе, будем продолжать сборку. Нам осталось оставить привода, собрать ходовую часть, залить масло в коробку и собрать все сверху. Здесь мы, в принципе, практически закончили. Нам осталось залить масло в коробку. Делается это вот. Здесь есть, как многие знают, щупа здесь нет на этой коробке. Здесь вот заливная горловина, и она же является уровнем масла. Сейчас мы ее открутим. Вот. Таким вот макаром оно откручивается. Как заливается масло? Ну, в принципе, ничего сложного. Сначала мы на заглушенном двигателе занимаем полок до того момента, пока оно сюда не потечет. Закрываем пробку, заводим двигатель, доливаем, переводим автомобиль в паркинг, доливаем еще, опять же, до того момента, пока не потечет. Вот. И после этого прогреваем до рабочей температуры. После того, как мы его прогреем, нужно будет излишек масла просто-напросто слить. Таким образом выставится уровень. Мы закончили ремонт нашего автомобиля. Напоминаю, мы поменяли корпус дифференциала. Для этого мы сняли, разобрали коробку, поменяли все нужные детали и собрали обратно. Все проверили, все работает. И также мы перебрали муфту заднего привода. Все проверили, все работает. Полный привод, наконец-то, на этом автомобиле появился. Я думаю, клиент будет доволен нашей проделанной нами работе. Подписывайтесь на наш канал ОМЗАП. Ставьте лайки, пишите комментарии. Будем рады видеть в нашем сервисе. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok